Три молодых деревца взамен одного сухого – девиз дня древонасаждений в школе номер 40, а вернее нескольких дней. Ученики старших классов вместе с преподавателями не стали дожидаться объявленного общеобластного дня древонасаждений и приступили к высадке деревьев заранее. Осмотрев школьный двор, руководитель школы Светлана Юрова вместе со своим заместителем по административно-хозяйственной работе Валентиной Труфановой посетили питомник в поселке Горном, выбрали саженцы и принялись за работу. Вместо засохших акаций, которые по весне мы вырубили, мы посадили в этом году две плакучи хивы, две козьи хивы – это декоративные красивые растения, граб, вяз, вербу, две сакуры посадили, посадили костики хвойные, сентябринки, осенние растения, и вот обрамлять будут ели, пихты. К слову сказать, Светлана Викторовна и Валентина Викторовна – не только коллеги, но и землячки. Они из Кировской области, славящиеся своими лесами. Отсюда и любовь к природе. Родители у нас из Кировской области, и у меня особое, конечно, к ним отношение, то есть к пихтам, к елям. Выпускница 40-й школы Валентина Труфанова рассказала о своей давней мечте, осуществить которую смогла только сейчас. Чтобы вот на центральном входе у нас красовались какие-нибудь красивые пихтовые растения. В то время, пока мы беседовали с Валентиной Викторовной, работа на школьном дворе кипела. Дети, зная свое дело, не дожидаясь особых указаний, сажали голубые ели, соблюдая технологию высадки. Сначала, конечно, если это дерево, то нужно выкопать яму. Потом нужно посыпать либо песком, либо пеплом. Но если это дерево, то лучше песком. Посадить само дерево, закопать его и хорошо поливать. И дальше с ним ухаживать. Ученицы 9 класса Ольга с Тамарой работают на пару. Девчонки говорят, главное условие – сажать деревья и цветы с любовью. Ну мы с радостью сажаем, потому что потом вырастут, будут красивые деревья, как все остальные. Будет очень красиво, будем гордиться нашей школой. У ребят задача стояла посложнее – подготовить почву и вырыть лунки для молодых саженцев. Остап и Кирилл говорят, в этом деле главное – сплав опыта и молодости. Нам надо откопать и посадить. А чтобы откопать, нам корни надо большие повыдергивать. То есть мешают, мы их выдергиваем. Помогут учителя. Поскажут, если что. То есть все-таки опыт, да? Да. Тут учимся. Засмотревшись на работу ребят, то ли от яркого солнца, то ли от свежести осеннего утра, нам на минуту показалось, что мы все это уже где-то видели. Вспоминаем. Вот так же дружно и весело в 1919 году в России прошел первый субботник. А кто это идет к нам навстречу? Неужели? Показалось. Это десятиклассник Артур Заярский. Активный участник субботника. Юноша считает, что совместный труд всегда объединяет. Да, объединяет. Мы работаем, все, помогочистим, убираем. Убедившись в том, что ребятам можно доверить серьезную и ответственную работу, мы с директором школы Светланой Юровой прогулялись по школьному двору. Здесь у нас со временем зашумит березовая роща, а там огород. С гордостью говорит Светлана Викторовна. Видели бы вы, какие у нас в этом году родились кабачки. Ученики в школьной столовой по достоинству оценили приготовленную поварами кабачковую икру. Вот так плодотворно и с пользой ученики и учителя школы номер 40 провели День древонасаждений. Уставшие, но счастливые, они отправились по домам. В понедельник им предстоит посадить 60 розовых кустов.